Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Тверская область за минувшие уже прошедшие до новогодней праздники очень порадовала, собственно говоря, как своих жителей, так, конечно, жителей других регионов, чем порадовала гостеприимством. Оказывается, мы побили рекорд по количеству туристов, которые побывали в нашем регионе. Об этом мы сегодня поговорим вообще, как будет жить туристическая отрасль в наступившем году, как она выживала в прошлом, и за счет чего мы в Новый год так хорошо выступили, что называется, на этом рынке. То есть к нам столько много людей приехало, а сколько именно, об этом нам сегодня расскажут гости нашей студии, это Ирина Шереметкер, президент Ассоциации туризма Тверской области, и Лена Грачевникова, директор агентства путешествий «Радуга». Дамы, спасибо большое, что нашли время среди вашей работы. Ирина, правда, сколько к нам приехало туристов, откуда? Туристы приехали в основном в Москву, Питер, это наш стандартный контингент, и в общем-то мы уже под них работаем многие годы, и Тверская область даже у них у многих не ассоциируется как эта Тверская область, а Московская. На сайте турфирм московских туроператоров так и пишут, Московская область, Подмосковье, Завидово, Селигер, у них даже разницы никакой нет. На самом деле административное деление для туристов вообще не имеет никакого значения. Они едут наслаждаться природой, красотами, отдыхнуть чистого воздуха нашего после пыльных и загасованных столиц. И в общем загрузка наших средств размещения показала, что она была выше 80%. Это очень большой процент. Обычная норма сколько считается? Ну считается, что 60% по году это уже прям вот очень хорошо. Но это по всему региону, можно считать, что есть там территории совершенно непроходимые для туристов, поэтому тут такое значение, оно в общем-то очень хороший показатель. Вот. И на самом деле и программы были такие насыщенные, и туристов было много, и приезжали они на все выходные, не просто там приезжали и уезжали, но и путешествовали по нашей территории, работали музеи, там и объекты питания у нас функционировали. Конечно же все старались и соблюдали меры безопасности, потому что сейчас прежде всего все стараются обезопасить самих себя, поэтому в общем-то тут такого пренебрежительного отношения как бы не допускает наш бизнес. Конечно, есть определенные случаи, когда и гости сами выступают с лишними предложениями, но тем не менее отработали этот период, отработали хорошо, без каких-либо серьезных нареканий. Поэтому я считаю, что благодаря активной работе по продвижению нашего министерства туризма, который в общем-то Тверская область звучит, она убедительно видна во всяких рейтингах различных информационных агентств. Поэтому я думаю, что мы заслужили то, что мы заслужили и то, что нам позволили работать. В общем-то это привело к... и то, что мы сейчас не видим особых всплесков заболеваемости, говорит о том, что мы справились с ситуацией, что решения были приняты верные. В общем-то мы можем жить, работать, продолжать дальше. — А вы как-то ощутили вот этот приток туристов новогодние, вот эти праздники? — Вы знаете, наш основной контингент — это дети. И несмотря ни на что, вот желание новогоднего праздника у родителей, у школьников, у учителей было максимально большим. И единственное, что не всегда удалось реализовать все пожелания, потому что были ситуации, когда заболевали или учителя, или дети. Поэтому не так много было новогодних программ. Но приезжали к нам гости, семейные гости. У нас помимо направления детского туризма, мы еще сейчас очень серьезно, ярко развиваем студию семейных путешествий. Потому что, мне кажется, это новое направление, которое мы не так раньше развивали. И, вы знаете, хочется сказать о том, что правительство Тверской области оказалось очень дальнозорким, потому что несколько лет назад начался проект по ремонту дорог, дорожной системы области. И вот это сыграло сейчас для нас очень хорошую помощь, потому что очень многие туристы сейчас автотуристы. Это семья, которая садится в свою машину и путешествует в пределах. И мы очень удобно находимся. Мы находимся в замечательной транспортной доступности. Чудесно, что от Москвы кусочек АМА-11 работает замечательно. От Петербурга тоже. И мы получаемся от Петербурга в четырехчасовой доступности, если до Твери, от Москвы вообще часа полтора-два. И они считают, что они могут, я имею в виду москвичи, питерцы, приехать просто подышать, как Ирина говорила, просто отдохнуть. И мы сейчас им формируем путешествия, когда они за выходной день могут посмотреть и Тверь, и Торжок, и Листарицу. И вот эту программу мы формируем и им предоставляем. И они уже приезжают. Она программа расписана. Они приезжают в Торжок, их там встречает экскурсовод, проводит экскурсию. Для них уже заказаны музеи. Они уже знают, где они пообедают. И тогда их отдых становится четким, размеренным, без суеты. И мне кажется, и по отзывам это нравится. И это как раз то, чем мы будем заниматься. — Ирина, а вот какие действительно районы стали более доступны для туристов, благодаря тем действительно масштабным работам по ремонту дорог, которые действительно я сам ездил в регионе, ведут в последние несколько лет. Причем, что приятно это, знаете, лично моё мнение, что приятно это не только вот эти около трассы Москва-Питер, вправо-влево, может быть. Это действительно такие отдалённые районы Тверской области, под Андреаполем, вот я лично был, там очень хорошо дорогу сделали. То есть приятно, что дороги приходят в отдалённые районы. Вот какие на... — Я не понаслышке знаю о состоянии дорог до Андреаполя, Пена, Осташкова, Торопца, там, с 16-го года, когда там колесило во время выборов. И это было, конечно... Ну, контраст сейчас очень значительный. Дороги отличные, только единственное много зверей ходит, поэтому надо быть очень осторожными. У нас всё-таки эти территории достаточно заселены животными, являются экологически чистыми, поэтому там, ну, такие случаи бывают. Вот, и, безусловно, на таких скоростных дорогах надо соблюдать все меры безопасности в том числе. И за ними ухаживают, посыпаются песком, в общем-то, это очень радует. И самые удалённые территории сейчас, они именно доступны для москвичей и питерцев. И самое интересное то, что приезжают уже к нам работать на удалённую... Те, кто работает на удалёнке. То есть они и живут, и работают, и пользуются всеми нашими услугами. И, ну, я вижу, что перевозят даже свои семьи и оформляют детей в наши местные школы. Причём, говорят... А где, например, такую картину наблюдалось? В Андреаполе, я знаю. В Андреаполе, в Ромешковском районе, я знаю, что привозят детей... В Лихославле. В Лихославле, причём москвичи, причём в Пеновском районе, в Осташковском. Причём они отмечают индивидуальный подход в наших сельских школах детям. За что в столицах платят очень большие деньги и не имеют соответствующих результатов. Конечно, проблемы есть. Очень большие деньги платят наши рекламодатели. Поэтому мы сейчас прервёмся, буквально три минуты. Готовьте ваши звонки. Что вы думаете о развитии туризма в нашей области? Кого вы лично были бы больше рады видеть? Москачей, петербуржцев, прежде других регионов, а может даже зарубежных туристов. Не привлечайтесь. Мы снова в прямом эфире. Программа «Тема дня». Мы говорим о развитии туризма. Подводим итоги новогодних каникул. Они, оказывается, были очень хорошие для нашей туриндустрии. Ирина, всё-таки продолжая разговор. А какие, может быть, направления для себя открыли жители других регионов, в первую очередь столицы, благодаря как раз ещё раз то, о чём мы говорили, масштабному ремонту, потому что дорог ремонту. То есть, понятно, всё-таки, Селигер все и так прекрасно знали. Да, там ещё сделали дороги, стало ещё лучше, но Селигер, он известен. А были какие-то вот направления, куда вы отмечаете «поехали», что называется? Кошин-Колязин. Кошин-Колязин. Вообще, очень активно. Там не то, что туристы поехали, туда инвесторы пошли. То есть, турпоток там, помимо которого был организованный постоянно, то есть, группами туристы ездили, сейчас абсолютно стабильный индивидуальный поток. И это радует, потому что сейчас там команда Ивлева работает в ресторане. Но на самом деле есть, что показать. Открывается под этот турпоток новые объекты показа. Музеи, там и кухня выстраивается в ресторанах, из местных продуктов, именно локальных. То есть, когда бизнес начинает видеть туристов физически, они уже начинают работать под них. Потому что раньше как-то, я знаю, маркетинговые различные исследования проводили, там все в основном касалось местной публики. Сейчас уже, то есть, крен на потребительский спрос турпотока, то есть, уже как бы вот эти запросы стараются все удовлетворять и на самом деле открывают серьезные объекты. Да, и гостевые дома открывают действительно очень достойные, очень такого серьезного класса, в которые, ну, наверное, местные жители не пойдут, не поедут, а вот ориентир действительно на... На столичные жители. Ну, значит, люди едут, и это им нравится. И в этой связи необыкновенно молодцы и в Кашине, и в Колязине, они сумели создать в городе атмосферу. Что в Кашине, это традиции Кашина, города русского сердца, и самое главное, вот они сумели создать анимацию, когда человек вовлекается в этот процесс. И в Колязине такая же история. Это история затопленного города, это колязинская баба-яга, совсем недавно появился домовой. И вот появляется какая-то активность, появляется, в которой люди приезжают. Атмосферность. Да, атмосферность. И вовлекаются. В этой связи я хочу пригласить тверичан, тверяков, тех, кому это интересно, попробовать здесь, на территории Твери, именно Твери, создать проект какой-либо, чтобы это была действительно интересная, яркая анимационная площадка, которая притягивала бы людей, чтобы это был не просто музей, а чтобы это было место, куда могли прийти и родители, и дети, и чтобы это было интересно и для местных жителей, и для гостей нашего города. Может быть, кто-то откликнется. Скажите, а вот вы сейчас обмолвились, гостевой дом, я все время интересовала, а какая разница, вот гостевой дом и отель? Ну, отель... Что такое гостевой дом? Просто это много слышу, это официальные вывески, то есть это не то, что там... Гостевой дом предполагает, как правило, это свою кухню и свое обслуживание. Гостиница — это номерной фонд, и там комплексное обслуживание и официантами, и ресторан, соответственно, там прачечная и все остальное. То есть это несколько другие, разные формы обслуживания. На самом деле, вот все предпочитают все по-разному. Раньше я к гостевым домам относилась скептически. А сейчас понимаешь, что это особенность, наверное, нашей территории, когда люди на самом деле выезжают на природу, им вот так пожить в отдельном доме им доставляет настоящее наслаждение. И там не в общем как бы в муравейнике, как в гостинице находиться. Это больше как бы городской формат. А на территории наших бас-отдыха сейчас очень популярны глэмпинги. Я думаю, что к лету мы получим большое количество таких вот летних благоустроенных шатров с максимальным количеством удобства. Потому что это, я думаю, что будет большой проблемой у нас попасть летом к нам и заселиться. Потому что если границы останутся закрытыми, то все будут путешествовать по России, научатся путешествовать по России. Потому что у нас больше знают берег Турецкий, чем нашу Тверскую область. Поэтому научатся пользоваться информационными различными материалами. Я думаю, что вот это вот даст свой толчок. И индивидуальных туристов будет очень много. И в общем-то проблемы с размещением могут быть. Поэтому вот сейчас бы заняться бы бронированием. Но у нас, как правило, бронированием занимается за границу. Планирует свой отпуск. А как-то здесь, когда все предпочитают в последний момент, сейчас я соберусь и все будет здорово. И ничего не получается. И все звонят мне и говорят, Ира, куда-нибудь меня пристрои. А мне, вы знаете, хочется сказать, что есть такая русская пословица. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Дело в том, что мы всегда смотрим куда-то вдаль, и там всегда лучше. А вот вокруг меня, ну вот где-то может быть чего-то какое-то. И вот это стремление куда-то далеко нас уводит от своего родного, близкого, теплого, душевного. И вы знаете, у нас сейчас уникальная возможность. У нас уникальная возможность детям показать наш Тверской край. У нас сейчас, вот за прошлый год, сложный год, у нас по субсидированным программам выехало 14 тысяч детей вот именно по территории Тверской области. Это чьи дети? Это тверские дети. Это тверские школьники. Школьники Тверской области, путешествующие по территории Тверской области. Это может быть Кашин, приезжающие сюда. Это может быть Тверь, приезжающая в Кашин. И мы своим детям показываем свои территории. Точно такая же история с индивидуальными туристами. Я думаю, что частенько раньше московские, ну как бы, жители можно было слетать в Прагу на выходные. Ну почему бы нет? Погулять по Праге, попить пиво, посидеть в кафе. Крона стоила два рубля. Нет, а сейчас... Звоночек, извините вас. Хорошо. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос, ну точнее говоря, два вопроса. Первый вопрос по городу Ржев. Слушайте, ну вот при Одечке-то там бывает, там действительно реально много людей приезжает, вот, а вот что вообще планируется или какие-нибудь поездки именно по Ржеву? Потому что там, ну по центру хода бедно, а чуть-чуть от центра отойдешь, там же развалины на развалине. Вот. Ну как в принципе и в Торжке. То есть центр начали делать, да, то есть церковная архитектура и все остальное, ну прям скажем, в забор лучше не заходить. Вот. Но по Ржеву в принципе очень интересно, что там будет и как там будет. И второй вопрос, ну точнее говоря, уточнение, а почему вы вот вот так накираете на качество дорог? То есть дороги же делаются по всей России, то есть и по центральной, вообще везде-везде. То есть это не заслуга правительства, это федеральный проект вроде как. Нацпроект, да. Вот. И во многих областях он сделан намного лучше. Вот. Спасибо. Это тоже. Спасибо вам за звонок. Спасибо за звонок. По Ржеву. По Ржеву. Сначала по дорогам. Хочется отметить, что все правильно сказано, что дороги делаются по нацпроекту, но у нас территория Тверского региона самая большая в ЦФО. Протяженность дорог у нас самая большая. А количество жителей, следовательно, налогов, которые платятся в бюджет, у нас в разы получается меньше. Поэтому нам гораздо сложнее отремонтировать все наши дороги. Это вот надо понимать. И это касается всего. Потому что у нас некому платить налоги физически. У нас плотность населения очень маленькая. Вот. Что касается Ржева. Я сама, в общем-то, и до этого была в Оржеве, и буквально с открытием памятника мы выезжали и смотрели, как Ржев развивается. Конечно, уже сейчас есть большая разница. Там и благоустроенные обелиски, и набережные начинаются. Причем благоустройство набережных даже провода убирают, чтобы они висели эти, так называемые. Ну ладно, не буду уточнять. Вот. На самом деле в Оржеве какая проблема? То, что вдруг бизнес Ржева столкнулся с туристами. Вдруг. Вдруг. Понимаете? То есть они... У нас как-то всегда получается, что заблаговременно бизнес все слушает, слушает, сидит и ждет. Когда пойдут туристы. Когда они приходят, туристы уже поздно. Их уже надо встречать и обслуживать. А чего они приходят? Отелей, ресторанов, кафе? Сервиса, понимание, как работать с туристами. У нас все, рабочий день закончился, мы больше никого не принимаем. А турист приехал в дороге, там полчаса задержки. То есть вот эти вот мелочи, как бы, они дают определенный формат взаимодействия. И уже складываются отношения у туроператоров, допустим, у туриста с этими, как бы, с объектами инфраструктуры в том числе. Вот. Поэтому очень сложно. Вроде все, там, и власть местная, и областная, все, готовьтесь, готовьтесь. И всегда мы оказываемся не готовыми к приему гостей. Сейчас, что касается Торжка, конечно же, у нас исторические города все в очень таком тяжелом состоянии. Служно. Да, потому что законодательство наше, к сожалению, пока я не вижу, как бы, выхода, чтобы... С одной стороны, сохраняют памятники, конечно, потому что, когда видишь красивый дом, обитый с сайдингом пластиковым, то это просто, конечно... Курс. Это, да, из ряда вон. Но когда стоят вот эти старые здания, и их практически уже, понимаешь, что они разрушаются уже до основания, и никто никогда не будет в них кладываться, тут, конечно, такое двоякое впечатление. Но, тем не менее, сейчас существует программа по благоустройству исторических городов. Вот у нас и Торжок, и Осташков попадает на следующий год, готовится. У нас Торопец попал, Осташков на следующий год. Я знаю, что Торжок тоже будет подаваться, и там, безусловно, к 2024 году мы получим шикарный проект Брикса, да, по реконструкции целого центра, да. Это какой город? В Торжке. В Торжок. Да. Но меня как бы настораживает то, что остальная территория, если в Твери императорский дворец зашел, и он украсил город, то в Торжке может быть контраст. И вот, хотя сейчас я вижу, что очень большой спрос со стороны инвесторов на местные памятники. А в чем урожается? Они потихонечку выкупают. Ну вот кафе «Ангелов». Берут, да, начинаются уже такие движения в Торжке тоже. Вот. Все зависит. Вот когда видят Торпоток, начинается и развитие инфраструктуры, и благоустройство территории. Потому что мы, допустим, для себя, да даже дома живешь и думаешь, ну, там, приберешься так. Но если мы встречаем гостей, мы, конечно, уже убираемся по-другому, да. И готовим самое лучшее, что мы можем показать, покушать, и посмотреть альбомы, свои фотографии, и все такое. Вот. Поэтому здесь туристы, они как бы стимулируют всех, и местных жителей, и власти, и бизнес, чтобы показывать себя с лучшей стороны. И это очень здорово. Но надо уметь показывать, надо уметь это все показывать и рассказывать про это. Потому что, когда показываешь, уже поздно. Надо сначала привлечь. Поэтому здесь очень важно еще продвижение и взаимодействие со средствами массовой информации. Можно по Торжку? Можно. Вы знаете, вот у нас Торжок в декабре оказался очень обласкан гостями, потому что там практически все гостиницы были забиты. И вы знаете, совершенно замечательные, вот искренне к ним обращаюсь, ну, жители Торжка и сотрудники музеев. И скажу, что многих музеев, потому что они, вот, золотое шитье, всероссийский историко-этнографический музей, дом пояса, это к золотому шитью относится, дом гончара, музеи становятся более гибкими. И временную категорию, когда они принимают гостей, они сдвигают вот эти время и пораньше, и попозднее. Этнографический музей совершенно необыкновенные программы придумал для родителей с детьми. И они заняли своих гостей вот на период праздников. И сейчас дальше они уже готовят новые программы, масленичные программы. Они их уже опубликовали. Но они действительно молодцы. И получается, что турист, приехав и разместившись в гостинице Торжка, он может днем, условно, посетить музей Пушкина, а вечером пойти на вечернюю программу в гостиницу Пожарских. Потом сходить, отведать замечательный десерт в кафе «Ангелов». Чудесно пообедать у Дарьи Пожарской на интерактивном обеде. И у них получается, что целый день у них благополучно занят. Задача, чтобы два дня было занято. Да. Она сейчас занят, наш телефон. Телезритель ждет возможность попасть в эфир. Здравствуйте, услышим вас. Здравствуйте. Очень интересно сегодня. Хочу поблагодарить всех участников программы. Действительно, не так просто все сегодня с промышленностью. И, может быть, вот такой спасательной соломкой может стать у нас туризм. И профессионалы у вас сегодня в студии, знающие хорошо свое дело. Вот что хотелось бы все-таки услышать, чтобы более предметно и детально понимать эту ситуацию. Мы понимаем, что бюджетные все-таки вливания нужны в эту отрасль. И отрасль должна быть тоже окупаемой. Так вот, как здесь обстоит тело на сегодняшний день? Что мы сегодня нашим региональным бюджетом на эти цели направляем? Какая планируется отдача на перспективу? И что уже мы получаем? Ну, а в плане того, что действительно хотелось бы отметить улучшение качества магистральных дорог, это действительно здорово. Но, извиняюсь, кроме дорог нужна еще инфраструктура. Извиняюсь, без сортиров туриста не заманишь. А у нас можно проехать верст 300-400, и кроме лесных зеленых остановок ничего не найдешь. Поэтому, наверное, понятно, да, мои вопросы? Их несколько. Если можно, пожалуйста, на них ответьте. Спасибо. Мне? Хорошо, я буду отвечать. Спасибо за вопрос. Конечно же, нельзя не отметить внимание нашего министерства туризма и правительства региона к развитию туризма. Выделяется финансирование, выделяются субсидии. И только что закончился прием заявок на субсидии по организации объектов показа и туристского притяжения. Это очень интересные проекты, как правило, выигрывают эту субсидию. И мы получаем новые музеи, новые объекты, которые привлекают туристов, совершенно уникальные. Субсидии также и для муниципалитетов тоже в таком же формате существуют. Субсидии для туроператоров. И, в общем-то, это транспорт. Транспорт. На приобретении транспорта также существуют субсидии. Ну и, конечно же, мы участвуем в федеральной целевой программе. Сейчас подали документы на нацпроект. То есть, у нас приняли тверских очень много участников в распределении грантов Ростуризма. Это по 3 миллиона практически выиграли. Я знаю, там и на Пеновский район придут через гранты. Там порядка 20, более 20 миллионов рублей на строительство глэмпингов и различных. Опять же, существовала субсидия от Ростуризма. Кэшбэк, так называемый, который тоже помог выстроить вот эту вот систему взаимодействия и такого достаточно быстрого взаимодействия и возврата денег туристу самому. Вот эта пандемия, я бы сказала, ускорила вот эти процессы все, которых мы раньше добивались. И сейчас это делается гораздо быстрее и легче с помощью усилий и федерального правительства, и нашего регионального. От дачи, конечно, мы планируем, что Турпоток, он все равно дает свои результаты. И промышленность тоже должна подняться в определенный момент за счет Турпотока, когда мы научимся продавать наши местные продукты, одежду и все остальное. Но это, конечно, потребительский рынок в основном. — Уже не раз у нас сегодня прозвучало, что мы даже опасаемся немножко вала туристического. Ну, по идее, это же хорошо. И у меня сразу вопрос, а инвесторы заходят с идеями строительства новых отелей? — Конечно, заходят. — А почему, вот мне все время тоже спрашивают, когда у нас все-таки появится какой-нибудь еще международный бренд? — А зачем? — А, ну да. Ну, Рэдисон есть, хорошо. А еще? — А вы знаете, мне кажется, не в этом счастье. Потому что столичные жители едут с другим. Они едут, вот о чем мы говорили, за атмосферностью. И вот мы говорили сегодня о гостевых домах, когда они едут персонально, условно, к Марь Ивановне, и знают, что Марь Ивановна на утро будет, да, там, условно, какие-то оладушки или сырнички. Ее сырнички или оладушки, они получат на завтрак чай там с ее травкой какой-то. И вот они ждут, когда они в очередной раз к этой Марь Ивановне поедут, и получат эти эмоции. Вот этот отдых, когда это свежий воздух, там, оладушки или ночки. — Я поясню, почему важны такие сетки, как Рейдисон. Это при путешествии зарубежного туриста. Когда он едет и понимает, куда он едет. Вот это, безусловно, для них, как бы, знакомо. — Знакачество уже страшно. — Это то, почему они идут в Макдональдс. — Да, да, да. — Потому что они знают, что они там получат. И не только они, и мы также, в принципе. — В принципе, да. Но мы здесь еще должна начать правильную работу. Система классификации. То есть это такая, кажется, сейчас вот на раз-два мы все сделаем. Быстренько всех проклассифицируем, чтобы турист понимал, на какой уровень сервиса он едет. Но этот процесс не молниеносный. И он, как бы, вот, находится в развитии. Потому что можно за 250 рублей там обед снять красиво. И за 2500 обед снять точно так же красиво. То есть тут очень сложно по фотографиям. Сейчас в основном покупки идут через интернет. Поэтому здесь работы предстоит еще очень много. И государство, как бы, старается все это сделать. Но это болезненный процесс. Потому что классификация — это определенные финансовые затраты. Потому что у нас уже многие средства размещения, они самостоятельно себе критерии выставляют. — Во! Я тут тоже видел как-то один отель, который находится в промзоне фактически. — Да. — Наверное, я думаю, все знают. — Не один, не один, да. — Да, и там я проезжал как раз мимо. Там, по-моему, пять звезд. Я думаю, пять звезд? — Да сколько больше. — Да-да-да. Просто как в том этом звездочке малевать. — Да-да-да, есть такой. — В фильме. — Ну, со временем это все как бы придет в норму. Надо понимать, что мы 30 лет вкладывали в экономику зарубежных стран свои деньги, да, в зарубежный туризм. Естественно, они ушли дальше. Но теперь пришло время нам оставить свои деньги у себя. И я думаю, что наша отрасль откликнется и стандартами, и качеством обслуживания, и постоянный турпоток. Он позволит выровнять цены, вот сезонность, то, что у нас не будет такого перекоса в ценах, потому что все всегда говорят, что вот у нас отдых дороже, чем поехать за рубеж. Безусловно, потому что за рубежом сезон длится там с мая по чуть ли не по октябрь полгода, да, а у нас два месяца летом и полмесяца зимой. — На каникулах. — На каникулах. Поэтому как бы собственники, они же тоже должны обеспечить работу персонала в течение круглого года, иначе у них персонал разбежится и качество обслуживания они не получат, набрав свежих, неподготовленных людей. Проблемы кадров ее никто не отменял, и в общем-то она достаточно большая. Поэтому сейчас вот то, что у нас в межсезонье начинается загрузка, это очень хороший показатель. — Уже есть такие данные, что грубо говоря, в марте наши отели турбазы не будут проставить, в марте, апреле. Ну, скажу следующее. В прошлом году, в марте, у нас, в общем-то, простаивали только те, которые попали в пандемию, а многие были заселены и заселены там и до мая, и до июня продлевали. Люди не хотели уезжать просто. — Там была градация дома отдыха, вот что-то, было где-то что-то закрытие. — Да, были непрерывные, как бы непрерывно работающие объекты, да. Потом уже разрешили... — А, разница была база отдыха и гостиницы. — Гостиница, база отдыха. — Частный сектор был загружен полностью. — А что осенью наблюдалось? — Осенью, в принципе, ситуация была достаточно нормальной, потому что и частный сектор был загружен, дай бог, чтобы они все платили налоги, и загрушены гостиницы были, причем лучше дела обстояли в области, чем, допустим, в деловом туризме, скажем так, потому что город Тверь считается, что основной потребитель здесь — это деловой турист, и другая там активность турпотока здесь наблюдается. А то, что на удаленку стали уезжать и, в общем-то, просто приезжают и живут у нас, это дает возможность нам смягчить эту сезонность и постепенно... — А я еще хочу напомнить, о чем Ирина Викторовна всегда говорит, но, может быть, слушатели и зрители как-то не очень понимают. Вот приезжает к нам турист на машине, там мама, папа и ребенок. Они приехали, остановились там условно в химинституте в чекенхаусе, все, туризм начался. Вот они совершили покупку там, потом они зашли в магазин, они совершили покупку там, это опять туризм, они заселились в отель, вот туризм, они пошли в магазин, они совершили какую-то прогулку еще, зашли в ресторан. — Мультипликативный эффект. — Вот, и у нас получается, что туризм — это очень мультиобъемное какое-то пространство, которое иногда даже не всегда можно сосчитать. Но эффекты, почему все заграничные страны, они очень страдают от того, от недостатка туристов, потому что они все четко понимают, что если турист пришел на территорию конкретного города, то он оставит деньги не только в отеле, он оставит деньги еще как минимум в 10 объектах. И поэтому для этого туристы нам нужны. Но мы должны создать места, организовать вот эти места, где они с радостью оставят свои деньги, где они с радостью купят наши сувениры. Я не думаю, что мы станем какой-то столицей моды. Значит, нам надо отдать туристам что-то то, чего они не смогут купить у себя. Надо им рассказать, что наш тверской хлеб черный, он самый вкусный. И, пожалуйста, вы попробуйте, и, может быть, с собой возьмете как сувенир. У нас замечательный мармелад, у нас замечательный зефир, у нас много замечательных вещей, которые здесь производятся. Да, да, но вот это до них нужно довести, донести. И тогда у них будет возможность, ой, золотошвей, как бы, вот, и магазин, в который у нас есть именно на территории Твери несколько магазинов золотошвей, которые действительно могут это все. Но мы должны большое количество это сделать. Пока у нас только золотошвей работают на туристов. А вот так вот, ну, про Твери как раз, вот, вообще, верно, я понимаю, что, ну, изначально все-таки Тверина была, скажем так, ну, транзитом, скорее, город для туристов, потому что все мчатся на Селигер. Ну, здесь, может, там, на полдна, а потом, да, 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 то есть, ну... Или в Торжок. Да, да, в Торжок, в Селигер и так далее. Ситуация сменяется как-то? Вы знаете, самое смешное сейчас меняется. Вот, если, знаете, как можно на это посмотреть? Если вспомнить старые программы московских туроператоров, то, значит, мы едем транзитом через Тверь и иногда даже не останавливаемся, едем мы в Торжок. Да. И вот при том, что Торжок маленький, может быть, иногда грязноватый, а вот там есть атмосферность, и туда хочется ехать. То есть, руины не смущают москвичевские? Они за этим едут, они привыкли к влачанам. Да, они как колизей, да. Да, 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 да. Ну, вы знаете, как... Римский форум. Ну, там есть набережная, на которую можно посмотреть, и она такая вот игрушечная, красивая, замечательная. И... А сейчас они останавливаются. И императорский дворец. Ну, дворец благодаря, да? Да. Ну, вы знаете, у нас есть очень много музеев. У нас есть музей Плюшкина, у нас есть музей Казла, который очень востребован. Да. И вот эти маленькие музеи, о них надо тоже рассказывать, и люди с радостью туда приходят. И... Музей фотографии, да. Да, музей фотографии. Музей становится больше. У нас почему-то вот в городе Твери, я вот считаю, что здесь есть некоторые недоработки со стороны бизнеса. Вот провинциальные города, они видят фактически туриста. И они понимают, что вот это турист, и для него нужна услуга. У нас в Твери не различают, турист ли это, местный житель там. И поэтому у нас не понимают люди, что для туристов надо делать другого вида услуги, что они приезжают не за копией какого-нибудь московского формата, или объекта питания, или там, или еще что-то. Они приезжают сюда за местным колоритом. И именно вот эта провинциальность, она привлекательная. И иногда не нужно вот этого лоска столичного, да. Вот. Благодаря пандемии я много раз слышала, что в Твери, говорят, мы увидели твоих туристов. Мне так и говорят. Твои туристы нам надоели. Они приходят, они заходят целыми толпами, они сразу занимают весь зал. Они развешивают свои, там, варежки, там, это вплоть до того, что дети разуваются на батарее, ставят свои, там, после катания, там, слава богу, в этом году зима снежная была. Завешивают все батареи, и у нас, говорит, такой бардак сразу. Я говорю, ну, терпите, говорю, бедные. Ну, в общем, такие отклики тоже есть. Но мы понимаем, что это все, как бы, радует, на самом деле. Поэтому здесь просто надо начинать вообще понимать, как работать с туристами. Это не то, что... Это разный рынок, разные потребления, маркетинг совершенно разный. Поэтому здесь специфика своя, и, в общем-то, мы готовы помогать. Ну да, если даже, знаете, взять взгляд, вот маленький город, по сравнению с нами, маленький даже Переславль-Залезский, там, знаете, раза в 4-5 больше музеев, чем у нас. На каждом шагу музеев. И он еще до пандемии всегда был город востребован. И поэтому вот мое обращение, оно, на самом деле, именно в эту сторону. Может быть, у кого-то есть какие-то коллекции дома, которые хотелось бы людям показать. Может быть, кто-то хочет какую-то площадку создать и анимационную. Потому что это тоже востребовано. Я совсем недавно наблюдала в интернете. История о том, как... У нас есть, кстати, мармеладная сказка. Вот история об этом, когда создаются объекты показа. И объекты именно показа, когда человеку там интересно, и он начинает фотографироваться, и он селфи делает, он отправляет в соцсети. Ну, может быть, еще что-то у нас возникнет в городе. Это было бы здорово. Осталось буквально несколько минут. Хочется поговорить о все-таки зарубежных туристах. Мы помним, какой поток китайских туристов с каждым годом все увеличится в России. Скажите, когда все это закрылось в том году из-за пандемии, как-то почувствовал нашу туристическую отрасль? Вот Тверская, например. Ну, на самом деле, московские туроператоры, которые работали именно с китайцами, они, конечно, просили капитально вплоть до закрытия. Вот у нас, вот в Тверской области, у нас не настолько критичен китайский турпоток, потому что они по-любому все равно едут по нашим самым таким популярным местам, которые и без них, в общем-то, посещаются туристами. Там их интересуют императорские дворецы, их интересуют там классифицированные средства размещения. Вот, и... Рэдисон. Рэдисон, в городе, там Оснобрюк, там Гранд-отель Звезда, но не всегда даже наши хорошие отели готовы с ними работать, потому что это тоже специфический турпоток, и как бы это надо понимать, что привлечешь китайцев... Потом не отпадешь. Европейц не поедет. Поэтому тут все очень неотносительно. Я думаю, что мы сумели перестроиться, поймать нашу волну, и мы, я не думаю, что мы почувствовали так отсутствие такое, поэтому... То есть для нас это не трагедия? Я думаю, что не трагедия, тем более у них в основном, как бы они предпочитают использовать свои платежные системы, они предпочитают использовать... Они практически там мало едят, с собой везут всякую гадость. Вот, сами готовят. Пошла тенденция, что и проживают они, в общем-то, уже своих гостиниц там во многих местах, и кафешек понастроены. Вопрос о заходе чужих марок. Да, да, да. Китайцы очень в этом деле продуманные. У них там закрытые сувенирные магазинчики без опознавательных знаков. Смотришь, все туда идут, а оказывается, там они вот сами покупают все то, что им предлагают, и это не всегда. Я все-таки не понимаю, приехать за 39 земель и есть свое замечательное, я очень хорошо китайскую кухню называю, но свою лапшу, ты зачем в Россию приехал, борщ поесть со щами? Ну, они так, разочек они поедят, но потом все равно они желудки у них. Ну, вы знаете, американцы, европейцы очень часто любят где-нибудь, ну, вне своих стран, поесть тот же самый гамбургер, ту же самую картошку фрингу. Ну, у каждого свои желания, интересы. Да мы же тоже, когда после приезжаем каких-нибудь зарубежных курортов, борщик нашелся, борщик, картошечки. Ну, приезжаем, а там вот в голову не придет в Париже искать борщ, ну, можно на неделю тоже поесть что-нибудь французское. Зачем ехал-то? Роман, я с вами абсолютно соглашусь, мне всегда очень интересно в любом другом месте попробовать все, что возможно новое. Вот это новое для меня очень интересно. Ну, бывают люди, которым вот это новое может быть нужным. Я считаю, сиди дома тогда. Я сейчас приезжаю куда-нибудь по России. Пойдем мы тебя в Рязани, пойдем мы тебя пожарскими котлетами накормим в Туле, пойдем мы накормим тебя пожарскими котлетами. Дело в том, что у нас в городе... 10 секунд осталось. Эфир, к сожалению, пролетел стремительно. Вот еще не все вопросы. Поэтому, уважаемые дамы, я вас приглашаю еще. Мне примерно тема очень важная. Да, потому что хочется поговорить действительно о перспективе, что дать летом. Мы сегодня говорили о туризме, как выясняется. Туризм у нас развивается хорошо. Гости едут валом. Скоро, наверное, я чувствую, владельцы отеля, ресторан будут говорить, понаехали тут, дверь не резиновая. Но, дай бог, все-таки так оно и было. Потому что все-таки давно мы говорили о том, что Тверская область, туризм, это должна стать одной такой индустрией, которая может вытянуть наш регион. Поэтому будем надеяться, что он потянет. Особенно в эпоху коронавируса. Спасибо большое. Была программа «Тема дня». Приезжайте в Тверскую область, если вы нас сейчас слышите, дорогие москвичи. Мы всем будем рады. До свидания. До свидания.